Всем привет, с вами Иван Жданов. Новый арест в Министерстве обороны. В СИЗО отправился заместитель начальника Генштаба. На юге России в небе заметили НЛО, а Норвегия закрыла въезд для россиян. Обо всем по порядку. В Москве арестован еще один генерал Минобороны, замначальник Генштаба и начальник главного управления связи Вадим Шамарин. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и следующие два месяца он пройдет в следственном изоляторе. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, что чистки в Минобороны начались с ареста замминистра Тимура Иванова, затем была отставка Шойгу, арест кадровика Юрия Кузнецова и бывшего командующего Ивана Попова. Всех их обвиняют в коррупции. В Кемерово суд обязал МВД выплатить 700 тысяч рублей морального ущерба родителям убитой студентки Веры Пехтелевой. Соседи несколько раз звонили в полицию, пока девушку несколько часов избивал и душил ее бывший парень. Но менты даже не приехали на вызов. На теле девушки насчитали больше 100 травм и ушибов. Родители убитые требовали от МВД 7,5 миллионов рублей моральной компенсации, но суд постановил, что 700 тысяч им будет достаточно. Полицейским, которые игнорировали вызов, дали условные сроки, а убийцу Владислава Конюса помиловали за участие в войне. Он спокойно разгуливает на свободе. Власти решили продлить 25-летний срок службы устаревших лифтов еще на 5 лет. 70 тысяч лифтов сегодня 1 января 25 года выйдут из строя. Они больше 25 лет. Естественно, мы их продлим еще там на 5 лет. Это понятно. Но чем ее дальше не загоняй, мы эту проблему не решили. В итоге 70 тысяч лифтов от служивших срок будут служить еще. На данный момент в замене нуждается каждый четвертый лифт в стране. 50 процентов изношены, но у властей другие приоритеты. Все деньги идут на войну не до лифтов как-то. Жители Ставропольского и Краснодарского краев, а также Калмыкии, этой ночью заметили неопознанный летающий объект в небе, напоминающий комету. Люди начали делиться видео в соцсетях, обсуждать, что же это такое. Тело объекта было голубоватого оттенка, а хвост оранжевого. Полет составил около 20 секунд, а затем объект распался на несколько отдельных частей. По данным астрономов, это может быть космический мусор или космический аппарат Starlink, который как раз вчера пролетал над Сахарой, Средиземным и Черными морями. Российский штаб сообщил о захвате села Клещеевка в Донецкой области. Оно находится недалеко от Бахмута, само село полностью разрушено и закрепиться в нем вряд ли удастся. Это уже второй захват Клещеевки. В сентябре прошлого года она была освобождена украинской армией. Утром по Харькову был нанесен ракетный удар. Местные власти сообщают об одном погибшем и шести пострадавших. С началом наступления российской армии в Харьковской области город подвергается постоянным бомбардировкам. Вчера на город упали две корректируемые авиабомбы. Известно о десяти пострадавших. Самые тяжелые травмы получил водитель троллейбуса. Ему ампутировали обе ноги. Норвегия запретит россиянам въезжать в страну с 29 мая. Запрет распространиться на всех обладателей Шенгена. Въехать в страну можно будет только по учебе, работе или для посещения родственников. Очередная дискриминационная мера, надо сказать, против простых людей, которые не приближают к прекращению войны. Зато для россиян упрощают визовые режимы в Африке. Вместо Европы можно будет поехать в Зимбабве и другие дружественные африканские страны. Там можно почувствовать себя триллионером. Я вот слышал, что в Зимбабве ходили купюры в 100 триллионов долларов. Правда, зимбабвийских. В Великобритании распустили парламент и проведут досрочные выборы уже в июле. Об этом сообщил премьер-министр Риша Сунак после одобрения короля. Прошлые выборы в британский парламент прошли в декабре 2019 года. Дата новых выборов уже назначена. Пройдут они 4 июля. В Мексике 9 человек погибли из-за рухнувшей сцены во время предвыборного митинга кандидатов президента Хорхе Майнеса. Один из погибших – ребенок. Еще минимум 63 человека пострадали. Сцена рухнула из-за сильного ветра. Ну такой ужас. Сегодня 23 мая и 820 день войны. Это были все главные новости. Спасибо, что смотрите нас. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. И отдельное спасибо нашим спонсорам на Патреоне. Имена мы показываем в конце каждого выпуска. Всем пока. Увидимся.